Там один солист молодой из тамошней фабрики звёзд, о них же ремейк с России всё, о, спел шедевр. «Подумаешь, ты не любишь меня, а ли я сам не можу?» Очень простой вопрос. Почему всё родное считается отстоем? Да потому что к этому нас приучил западный пиар. Это гипноз пиара. Я понимаю, молодому человеку хочется быть оригинальным, не как все, в результате всё наоборот. Пирсинг у всех, кто-то один сделал пирсинг аденоидов, все запирсинговали, кто-то афрокосички на усах у всех. А одежда, это ж как надо было загипнотизировать молодёжь, чтобы во всём мире стали модными джинсы с ширинкой под коленкой. Он идёт, у него вот это висит, вот это вот всё, и он думает, что он красавец в этот момент. А у него картошку можно насыпать сюда. Ощущение, что он до туалета не добежал. Но раз так на Западе, значит так надо. Бедные. Вообще, вот сегодня дизайнеры шьют одежду. Моё мнение. Разводил его полное, я вам должен сказать. Ферре, Гуччи. Всё это мы носили в советское время в ПТУ. Шесть рублей пятьдесят копеек форма стоила. И шов такого же качества был точняк. Я же в Милане бываю. Самый модный город в мире, куда ездят все звёзды одеваться. Значит, я должен ездить туда. Я же тоже звезда. Но я хоть прикалываюсь. Я зашёл в бутик Ферре. Бутик это будка по-русски. Вот такая будка Ферре на будке написана. Я туда зашёл, надел на себя для прикола последний прикид Ферре. Смотрю на себя в зеркало. Мастер-наладчик фрезерных станков. Дизели строительного завода. Только карандаша за ухом не хватает вот здесь. А продавщица наша. Во всех самых дорогих будках мира дизайнеровских. Наши продавщицы. Почему? Да потому что разводить можно так наших пацанов и их, значит, половинок, как в мире никто не разводится. А наши ведь ни на одном языке не говорят. И поэтому надо, конечно, брать наших, кто по-русски говорит, как две наши тётки покупают в ювелирном магазине в Эмиратах бриллиант голубой большой. И говорят продавцу на английском. Они думают, что они на английском говорят. Про бриллиант голубой. И ты с цветной оркрашенный. У тебя действительно глаза как будто в сачок птеродактиль попал. А они думают, тихо сказали. И ты с цветной! Ну и наша продавщица стоит рядом со мной. Я вот в ферре. Говорю, карандаш дайте. А у неё чувство юмора стёрлось, потому что она на Западе давно. Она дала мне карандаш, я вот так вот заткнул. Она говорит, как вам это идёт? И дальше её фраза меня тронула до глубины души. Она говорит, если купите вот этот костюм, мы вам карандаш презентуем. Ой, ну спасибо тебе большое. Ну ладно, мужики, бог с ними. Но наши женщины бедные. Как они попали под этот пиар и пытаются носить то, что носят модели на Западе? Модель – это не женщина. Это модель женщины. Это извращение в фигуре. Это дизайнерам нравятся подростковые фигуры. У подростков, мальчиков. И поэтому они их пропиарили. А женщины надевают на себя то, что носят. Это невозможно. Наши русские женщины, они призваны рожать. Дородная женщина, дородов. У неё фигура другая. У неё плечи. Рожать надо. Она не может это надеть, то, что носит модель. Грудь другая совершенно. Ну, модель, вы грудь модели видели вообще? Это двухкнопочный калькулятор. А наша два бивня. Куда ей топчик? Топчик и прижимает, как будто у неё грудь под асфальтирующий каток попала. Мне топчик. А теперь не зончик. И вот надевает она это. Но не годится. Надень сарафан. Наш сарафан очень эротичен. На той же дискотеке я ещё один эксперимент провёл. Девчонку, знакомую там, дочку одного своего друга. С косой завели надевать. Не с этой косой, а вот с этой. Да все мужики прилипли к ней, между прочим. Потому что это интересно, это эротично. А когда наши надевают дородные, надевают вот этот низунчик, вот эти джинсы, на себе не показывают, но вот телевидение снимите. Вот значит это. А потом говорит, топчик можно посмотреть? И модели это нормально, что у неё копчик виден. Потому что у неё что хребет, что копчик, это одно и то же. Ну когда наша вот это наденет, а ещё топчик здесь. Ну я дородный. То ещё топчик. Вот охотничья колбаска. Вот видели когда? Две ниточки такие вот перерезанные. Мне это идёт? Конечно. Конечно. Вы так сексуально выглядите. Ой. И ещё джинсы заужены книзу. Ну не идут нашим женщинам заужены книзу джинсы. Это для модели нормально. А наша наденет заужены, потом сапоги такие итальянские. Коза с копытами в натуре. И вот такая идёт передо мной. Здесь перетянута. На Крещатике я иду, передо мной идёт. А это украинская деваха. А украинские ещё дородни русских. Потому что они на сале выросли. Они сейчас, кстати, с Францией задружились. Будут выращивать лягушачье сало. И вот, значит, это на лягушачьем сале идёт. Вот тут, вот то, что я нарисовал. Вот две ниточки. А тут спасательный круг. Брось воду, не потонет. Ой. И ещё на ягодицах татуировка. Вот это меня добило. Бабочка. А она идёт вот так вот. И бабочка агонизирует. Летит. А вот теперь я хочу прочитать то, что должен знать каждый. Причём прочитать хочу всерьёз. В какой-то степени ответ на те вопросы, которые я поставил вот в начале. Статья. Вернее, отрывок из статьи. 1946 год. Кончилась война. Автор её Алан Даллас. Алан Даллас позже стал директором ЦРУ. И вот это, к сожалению, у нас не было напечатано никогда. Я хочу, чтобы по телевидению это показали. Вот что он пишет. Мы, то есть США, незаметно подменим российские ценности на фальшивые. Заставим их в эти ценности поверить. Мы найдём своих единомышленников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим социальную сущность. Литература, кино, театр всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Сознание, культ, секс обобьём, садизма, насилие, предательство, пьянство, наркоманию, животный страх, национализм и вражду. Всё попунктно сделали. Будем это культивировать, и лишь немногие будут догадываться, понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище. Вот такая статья. И они действовали планомерно. А мы под это попались. Даже в образование наше, благодаря пиару, закралась западная реформа. Мне учителя говорят, на тесты правильно отвечают в России только самые плоскомыслящие ученики. То есть дебилы по-русски. А многополярно-мыслящие дети не знают, как отвечать на западные тесты. Многие дети сегодня в результате даже не могут ответить на вопрос, что тяжелее, два грамма лёгких наркотиков или один грамм тяжёлых. Мальчишка в школе на просьбу учительницы нарисовать собаку нарисовал собака.ру. Я слышал разговор двух подростков. Послушай, один говорит на дискотеке, с тобой даже поговорить не о чем. Ты читал Достоевского? Да, читал. Ну вот, а я не читал. О чём нам с тобой разговаривать? Мне присылают отрывки с сочинений учителя. Боже мой, бедные дети. Одна написала, что с грамотностью? Население Земли семь с половинов миллиардов человеков. Ещё цитата из сочинения другого. Честь – это такая сущность, бледущаяся русскими романтиками 19 века. «Война и мир» – великое произведение. Это не какой-то там хухры-мухры, а очень даже значимое ого-го. Афродиту древние греки называли кретиной в честь острова Крита. Отелло был молодым афроамериканцем. Дон Кихот имел свою девушку понаслышке. Вот так. Гамлет берёт череп Йорика и начинает его массировать. Пушкин всё слышит невооружённым ухом. Но русские защищали Сталинград, неоднократно отдавая свои жизни. Потому что Сталинград так назван был в честь Ленина. Способное поколение, но отформатированное. Которое вдолбили в рамошное мышление. Троянская война разгорелась между греками и консерваторами. Греки выиграли. Потому что консерваторы сражались пешими, а у греков были деревянные кони. Всё в башке перемешалось. Ну, а это шедевр шедевров. Парнишкин написал в сочинении. «Галкин попал под струю Киркорова». Когда мы принимаем западную реформу образования, я вспоминаю диалог из одной своей миниатюры. Да внешний. Миниатюра забылась, а диалог жив. Два человека разговаривают. Один к другому подходит. Один человек подходит к другому. Спрашивает. «Скажите, пожалуйста, тут стадо баранов не проходило?» А ты спросишь, а вы что, отстали?